Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Вот сегодня записано воскресный номер 15, считай. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 27 декабря. Где задавать, в каком месте? Сегодня сказали обязательно людям показать, которые не понимают. Вот я говорю, где? Вопросы, передаваемые мне из ВКонтакте, одноклассников и из других ресурсов, администраторами и модераторами на наш форум. На наш форум, а потом возвращаем ответы к попрошателям. Теперь виды на нашем видеоканале. Вот. Во свете Библии, открытым оком. Ну вот, я и как раз сейчас это покажу, что это означает. Потом обратно вернемся сюда. Как найти? Вот смотрите. Ну, у каждого это вот есть. Вы не знаете, то у себя где-то там заведите. Так, ткните плюсик в Яндекс, вот, или Гугл. Ну, в любую, ткните, допустим, Яндекс. Вот, сейчас вышел Яндекс. Вот Яндекс, пожалуйста. Зарядить что, форум. Форум Игнатий. Она уже подсказала форум Игнатия Лапкина. Вот она где. Только написал два слова. Она пишет третий. Все. Искать не надо. Вот там православный форум. Православный форум. Во свете Библии. Ну, и так дальше. Ну, на него нажимаете. Вот на эту надпись. Все. Мы уже на главной странице. Это главная страница. Вот она. Ну, тут она. Вступительное слово. Все здесь есть. Вот здесь слева главное, что вот здесь вот. Что там написано? Первое. Контакты. Потом. Форум. Сайт во свете Библии. Наши фотографии. Наш видеоканал на YouTube. Пассивная помощь. Полезные ссылки. Skype. Видите, как вот помогли. Вот здесь у вас будет регистрация. Вверху у меня нет, потому что она зарегистрирована. Вот здесь прочитайте. Регистрация. Еще выше. А? Еще выше поднять надо. Вот здесь, где мой профиль. Вот мой профиль. На этом месте. Вот здесь вот. Регистрация. Ну, на нее нажмете, зарегистрироваться. Смотреть можно без регистрации. А чтобы писать, вопросы задать, надо нажать регистрация. Ну, дальше зарегистрировали. Все. Теперь снова вот сюда вот вниз. Вот перейти на форум. Вот на форум только откнул. Вы уже на форуме. Здесь темы. Какие темы? Темы разные. Вопросы то другое. Вам нужно зайти здесь, когда зайдете. Вот здесь написано новое сообщение. Видно или нет? Да. Вот. Вот его нажал новое сообщение. Все. Вы находитесь там, где задаются вопросы. Вот. Вопросы. Вопросы, которые возвращаются. Где последние? 322-й. 322-й нажал. Вы уже на этой. Вот я сейчас нажал. Все. 322-й. Ну, нам он не нужен. Я его просто показывал. Возвращаюсь. Назад. Вот. Это тоже. Теперь я вот захожу на этот. Сколько пришло за это время? За день? Считай. Максим передний. Вот видно его. Сидит он. Дед Игнатий. Я писал вам пару недель назад, и вы отвечали мне в видео. Бог слышит меня. Я не курю. Спасибо ему. Ну, вот так вот говорить Богу спасибо, это говорят только не православное. Православное не скажет так. Это не принято. Вот это как бы понебрасство. Слово спасибо вообще надо истеребить. У нас спаси Христос, говорят. Ну, и тут отвечать не на что. Ну, дай Бог, чтобы это так и было. Максим передний. То ли фамилия такая, или образ жизни. Олег Васюренко. Игнатий, здравствуйте. В новостях пару дней назад слышал, что в Константинополе пытаются собрать Вселенский собор. Но пока патриарх Константинопольский сказал, что пока не получается по каким-то причинам. Я думаю, есть ли в этом необходимость? Как вы думаете? Было о чем думать. Я думаю, да кто нас спрашивает? Тут и думать не о чем. Во-первых, Вселенский даже не намечается. Это все православные. Ну, а все православные собраться, обсудить дела и как-то к общему знаменателю, это неплохо. Так думать не надо. Есть ли необходимость? А кто нас спрашивает? Там вышестоящие? Если меня бы на собор избрали, то я бы выросказал свое мнение, сказал бы, что необходимо собраться, поговорить. Я так думаю. А раз я там не участник, еще зря языки чесать-то. Следующее. Инна Рябенко. Инна, вот даже некоторые не знают. Инна, Римма, это мужские имена. А их присвоили женщинам. Это мужское имя, Инна. Вот так. Спаси Господи, Игнатий. Ласточки у вас в храме Потеряевки действительно чудо. Благодарна вам за внимание. Прошу молитв. Ну, вопросов никаких нет. Ну, и мы познакомились. Я желаю вам того же самого добра и поздравляю вас уже с Рождеством, можно сказать. Дмитрий Александрович Мусохранов. Родной город Прокопьевск. Здравствуй, Игнатий. Игнатий, вот как. Если есть желание и время, ознакомься. Книжка небольшая. 38 страниц. Не основная. Интересно твое мнение хотя бы по этой драгоценности. Ну, о ценности в кавычках. Ну, я посмотрел, что я могу сказать. Я еще раз заявляю. Хотя у меня написано 4 тома по 800 страниц стихов за 9 лет. 3467 по 9 куплетов. Но я не поэт. Меня и поэтом нарекают там и писатели, и в Москве, в литературном институте. А мне смешно. Ну, какой я поэт? Я печник. Печник и сторож. Ну, я смотрю, тут выпускает, когда знаком здесь в поэзии на Алтае-то. Я не мог ни одного стихотворения взять. Нету. То есть, у меня, видимо, есть маленькая какая-то наклонность. Он называется «Проповедь в стихах». А вот это уже я могу показать, что он означает. Так. Я посмотрел, и взять еще оттуда не могу. Видите, Егнатий. Ну, как это так? И с такого имени нету. Значит, не знаете тут Эли. После «Здравствуй» нужна быть запятая. И дальше-то. Писать стихи нужно знать очень много. Очень много. Больше, чем в прозе. Потому что иногда приходится к таким словам подгонять другие. Дальше. Егор Сирков. Языки казакша. Вот. А что он тут? Вот он сидит. Какой конь у него. Там, видно, жеребенок с той стороны стоит. Видно. Батя, спасите Христос. Низкий тебе поклон. Ну, и вам также. Всего хорошего. Видите, мне понравился. Лошадь хорошая. И там стоят люди смотрят. И с бородой. Ну, все хорошее. Я... Тут ролик, если зарядите. Люба, братцы, Люба. А я на коне сижу и говорю, не Люба, братцы, не Люба. Вот зарядите это. И вы найдете на этом же форуме здесь. Или это в Ютубе. В Ютубе. На нашем видеоканале. Я на коне сижу. Ну, и там вы найдете для себя веселое. Дальше. Тут еще нет. Вопросов-то нету. Женя Шевчук. Вот он, Женя, стоит. Колокол. Россия, казачьи войска написано у него. Вот. Дальше. Передон Тримифунский. Передон, да. Игнатий Тихонович, а что у него в руке горит? И что это значит? Не знаю, что у него горит. Как можно знать по рисунку, что у него там горит? Ну, ты посмотри. Буква Ж вроде бы или что-то. И горит, и снизу капает вода еще какая-то. Еще и капает. Ну, художника надо спрашивать. Не знаю. Я лично не расположен к тайнам каким-то. Надо, чтобы люди могли увидеть. Чтобы попроще было-то. Не знаю и не буду говорить. Общие от разных. Очень часто новые люди, смотрящие видео впервые, спрашивают. А куда писать? И так далее. Просим вас, Игнатий Тихонович, в каждом ролике вначале показывать хоть милюком форум. Как его найти и куда отдавнуть, чтобы попасть на тему. Ну, если зайдете куда? Форум, Игнатий, я показал. Два слова только. Лапки напишите. И вот мы на форум уже вышли. Я уже показал впереди. Это разные люди, кто спал. Вот видите, тут что написано? Вот это. Это 10 номер выпуска нашего. И Гаврила Мороз. А куда задавать вопросы? Ну, еще что-то. Это такое. Так, на минуту времени больше и не надо. Ну, просто показываю. У всех вот здесь крестик есть. Крестик нажал. Ну, мы заходили в Яндекс. Давай в Google зайдем. Ну, здесь напечатай форум. Форум Игнатий. Все. Игнатий, а уже Лапкин выскочил внизу. Я его нажал. Вот он, форум Игнатия Лапкина. Видите? Сайт Игнатия Лапкина. Сайт. Вот. Если напишите... А ну-ка напиши сайт. Вместо слова форум сайт. Сайт Игнатия Лапкина. Вот я нажал его. Что будет? Во свете Библии. Православный библейский сайт. А ну-ка я его нажму. Вот он. Видите, как все. По-русски. Не надо никаких там народ-друг. Вот оно все, что зашло. Что тут написано? Ежегодно здесь действует лагерь 44 года. Вот. Прошение потеряевки. Ко всем областям. Библиотекам. Нуждаемся в создании... Что тут? Нуждаемся в создании новых сайтов. На разных серверах. В Австралии, в Европе, в странах Латинской Америки, в странах Азии, в Канаде. Только сказал, мне сразу открыли в Америке два сайта. Я сильно опасался, потому что пакостники тут пакостят. И увидел, что и Господь помогает даже в этом. И сразу параллельно я там из Казахстана взяли. Ну, то есть открыли. То есть они дублируют как бы где-то. Потому что у меня очень богатый материал. Это 50 книг аудио здесь. Во свете Библии новый основной сайт. Еще один сайт образован. Вот он. Если его... Ну-ка давай надавим. Как он выглядит? Вот он как выглядит. Во свете Библии. Видите тут сколько здесь. Ну, это надо смотреть где-то. А наш сайт, вот он где. Сайт. Вот мы зашли на сайт. А сайта мы можем легко назвать видеоканал. Я сейчас нажимаю на видеоканал. Нажал вот. Вот. Сейчас появится видеоканал. Вот он. Православный видеоканал. Вот на нем что мы находим. Я снова возвращаюсь сюда. Вот это мы посмотрели. Дальше. Николай Сироткин. Так. Мы сейчас посмотрели. Он как раз книги у меня выписывал. Мне он понравился. Смотрите какой. Взгляд ясный. Бородка у него. Застегнуты. Ну, мне все понравится. А там еще и книга Крестья. На стенке что-то есть. Миром Игнатий Тихонович. И вашим домашним. Я ваш давний подписчик. Через ваш канал. На ютуб. Вник. В истинное православие. Видите. Это что-то стоит. Это не просто мы балуемся. Сидим-то. А сколько людей. Которые говорят. Называют меня духовным отцом. Там. Я и знать не знаю. Я пришел из сектантов. Другой. Я был неверующий. Один наркоман. Это через наши. Ютуб и проще. И те, которые пытаются. Ну, что-то против говорить. Ну, маленько приглядитесь. Что есть не только ваше мнение. Нельзя за свое держать. Ну, я вам не нравлюсь. Ну, я и не сахарно нравится. Там. Мне нравится голос. Там. Гневливость. Прошу прощения. Виноват. Страстный человек. У всех прошу прощения. Простите меня ради Христа. Грешный человек. Дальше. Заметил, что последние несколько дней ваш брат Володя находится в каком-то унынии. Так ли это? Частейко вспоминаю его проповедь где-то на вокзале. Там, где его гнали потом. Очень вдохновила его смелость проповеди. Хочу его подбодрить. Так, как написано. Радуйтесь, ибо велика ваша награда на небесах. Ведь вы все участвуете в великом деле Божьем. Благодарю Бога и молюсь за всех вас. Слава Христу. Вот. Ну, все это сказано. Теперь посмотрим, какие были ответы. Кто тут пишет вот это? Николай Н. Глубоко убежден уже давно, что вы, Игнатий, Илья, которому надлежит прийти в конце времен. Мир погряз во зле. Мир умирает. И рядом вы, уникальнейший миссионер. Слишком уж вы похожи на Илью. Допускать или вы сами это? Забавный факт. Вы часто именуетесь как Игла. Смерть Каще в русских народных сказках была в Игле. Мир вам и радость да приумножится. Смерть Каще от нас, это интересно так. Вы поистине смелый человек. Решили в ИГИЛ ехать. Те, кто вас гонят и пытаются подкопаться и обвинить вас, облегчают сами себя. Ну да будут они как прах, разметаемый ветром. Ну вот, ну не я пишу, скажут, он составил. Как-то у меня книги выходят, а там вопросов 4124 вопроса. Это в разных университетах, воинских частях, милиции, на радио, телевидении, где я вел программу, три программы. И, ну, вопрос-ответ. И один говорит, а у меня, говорит, брат подошел и говорит, так это, говорит, он сам придумает вопросы и сам отвечает. А потом то ли на занятия пришел или что в следующей книге увидел, так это мой вопрос. Нет, а то он Игнатьев сам придумал. Да нет, я, говорит, ему подавала тот вопрос. Потом, пока его смотрели, женщина подошла, увидела, так вот мой вопрос. Это очень интересно. У меня был очень хороший помощник. Даже помощником нельзя назвать. Я его ставлю главнее себя. Он в компьютерах разбирался. Иеромонах Судников, отец Нафанаил, атаку Николая Николаевича. Это единственный человек, которого я знал, который так быстро печатал, без ошибок. По-русски и по-английски не глядя печатал. Вообще это шикарно. Ну, он сидит, а я сзади тут хожу. Вот он сидит вот на этом стуле, вот за этим столом, сидит и печатает. Меня трогать нельзя, я заперто. В это время отвечаю на большие вопросы, большие о рождении свыше и то другое. Кто-то что-то тронул, я руки вот так стою. Теперь надо вернуться назад. Я в уме держу жития святых, ссылки на каноны, в уме это все делаю. Библия какая большая, из какой книги, какие стихи, мне Бог дал память. Я на память. У меня шип кто-то зашел-то. Ну, я закончил было. Он начал смотреть, нету нигде. Все проверил, ни в корзине, нигде нету. Конечно, обидно. Ответ давал большой. Ну, страница А5, это, ну, как обычно, печатная, такие вот, вдвое вот это вот взять, это вот такие вот листы. Ну, листа, может быть, три напечатали. Ответ очень большой. Ну, пришли, помолились, вернулись назад. Я говорю, давай садись, по-новому будем писать. Я написал. И как мне показалось, лучше даже. А он говорит мне, напоноел. Написали, ответили, вы еще лучше, чем первый раз. Но вот той теплоты из-за душевности уже не было. Потому что здесь я больше работал умом. А здесь я говорил в таком вдохновении. Вот один раз я всегда с собой беру бумагу и фанерку. Вот меня везут. Ну, едут люди. Я прицепился там, как меня, не специально же машина. А я сижу и пишу. И стихотворение написал о музыке. Потом Виктор Николаевич Савченко положит на музыку. Это надо послушать просто. О музыке, именно о музыке. Тишина и музыка, как их соединить. Вот первые слова. Вернулись, я лег спать, утром просыпаюсь, все перескал. Нигде нету стихотворения. Полностью. Вот как будто кто-то взял его и украл. Ну, я попросил у Бога милости. И снова написалось. Но, конечно, намного лучше, чем то. Вот так Бог делает тогда. Потеря послужила, ну, как бы, к лучшему. И вот он написал. Ну, а тут что отвечать-то, я не знаю. Ты-то вопрос стоял. Допускаете? Ну, какой я, Илья? Смешно даже, Илья. Илья придет в свое время. В духе силы Ильи работал. Это Ян Креститель. Вот. Я человек грешный, страстный. Ну, стараюсь, как есть. А еще получится. Вот, забавный факт. Больше тут вопросов-то нету. Что тут написано? Это вопрос. Кому это? Миром Игнатий Тихонович, вашим домашним. Я вас дал не подпишу. А это вот сейчас считали его. Ответ какой? Володя хотел на своем ответить компьютер, не получается. Я говорю, иди на моем, пиши. Это Володя печатал сам. Володя, ты печатал? Да. Да, покажи на себя. Володя снимает тут. Вот что Володя ответил вам, Николай. Пиши. Ответ. Мир вам, Николай. Это вам отвечает Владимир Пащенко. Благодарю вас за заботу. Уныния у меня нет. Но и печаль есть, что потерял дерзновение в проповеди. Прошу ваших молитв. И я буду за вас, и я буду за вас молиться. Спасти Христос. Ну, вот как будто бы все. Но на самом деле не все. Один мне написал. Вот. Сейчас я покажу, где. Николай, как его фамилия? Воронин. Вот он. Очень большой написал текст. Очень большой. Ну да, почитай. Николай Воронин. Доброго и благословенного вечера, Игнатий Тихонович. Россия как кость в горле и у ЕС, и у США, и у восточных стран. Китай тоже делает доброжелательное лицо. Но все же всем понятно, что дракон не станет дружить с медведем вечно. Если только в каком-то общем деле сойдутся для общей цели. Почему Россия так ненавистна всему остальному миру? Это он задает вопрос. Но вопрос он как бы задает и отвечает. ММ, Россия. Да. Страна провиденциальная по сути своего устройства. Есть понимание того, что Россия несет какую-то миссию. Но нет понимания того, какую именно миссию она несет. Каждый приписывает свое понимание миссии России. Но мало кто поистине может понять ее механизм исполнения. Можно догадаться, что Николай этот Воронов, он знает. Я дальше считаю. А он дальше пошел говорить такое. Да. Считай. Говорили уже и не раз о том, что планетарный комплекс имеет семь основных радужных светов. Я сразу понял, откуда это. Это нынешние родноверы. И они все там перепутали у себя с Агни-йоги. И там Андреева, там Леонида. Ну то есть собрали все, что только можно Андреева. И дальше он начинает. Земля зеленая, сфера биосфера, внутри которой проживает физическое человечество. И считай дальше. Ну один раз дать. Где-где? Откуда? Вот отсюда. Голубая сфера Земли это первая высота небесного царства планеты. Это царство Христа Спасителя. Обнимает это царство синее царство ментального мира. И завершается планетарный комплекс фиолетовой сферы высшего духа. Миром огненным. Понятно, откуда это идет. Я тут кое-что выделил. Показать это сферы, сферы, просход из одной сферы в другую физического плана бытия. И дальше пишет. Самое главное следует понять, что именно над Россией открыты небеса. Ни у одной другой страны мира открытых небес не существует. Ну вот видите, как это. Тут ничего евангельского нету, здравого нету. Это все там, оттуда. Из сферы темных духов. Теперь, когда мы озвучили преимущества России перед всеми остальными странами, не скажется ли это в откровенной агрессии со стороны враждебных государств? То есть они где-то вот это сказали, и поэтому на нас полезли другие. Теперь все москаляку на геляку и пошел. Вот. Так агрессия. Агрессия и так происходит. Ее уже трудно не доценить. Но есть необходимость, чтобы люди, живущие в России, наконец поняли свое преимущество. И, что самое главное, причину такой агрессии со стороны темных сил. Ну да, свое преимущество. Больше всех абортов, больше всех пьют. Когда 3 литра, если за год спирта, это уже смерть нации. А у нас 11 литров. Вот. У нас преимущество есть. Загадили землю всю до ужаса. Вот мы где ездили, от Владивостока до, как говорится, Лиссабона. Но в России, ну нигде нельзя сойти с трассы, чтобы не было банки, бутылки и свалка, свалка, свалка. Сто метров, может быть, в лес, все свалка идет. Вот у нас преимущество. Дальше он говорит. Луна способствовала этому завоеванию. Нет, впереди, чуть-чуть маленько, вот отсюда. Вот это справедливость, мира, добра, иерархия света. Это все оттуда он взял. Произошло некогда на Марсе, Фаэтоне. Луна? Луна способствовала этому завоеванию все времена. Даже лунное подкрепление не помогло стянуть Землю с орбиты и кардинально нарушить связь религаре планеты Земля с иерархией света. Иерархия света, это, как говорят, это бесовская полщище, сбитая с неба. Об этом говорится 14 глава книга пророка Исаии и 28 глава книга пророка Исаии и 12 глава апокалипсиса. Вот откуда все это, иерархия. А тут люди на земле. Иерархии без иерархии спасения нет. Да где Бог ставил такое? Спасение в крови Христа, а не в иерархии. А то там они пошли на конкордат с советской властью, полное подчинение, чтобы спасти структуру церкви. Да кому она нужна, структура-то эта? Совесть потерять надо, чтобы что-то ставить в наши отношения и отлучать из-за этой иерархии. Если ее нету, нету, порубили священников, епископов, а по церковь была. Да, священник идет, это у Никифорова Волгина написано. И в Котомке все у него, там антимисты говорят, вот и все, храмов никаких нет, идет, ночует где-то в сараях. Вот это Бог и хотел, говорит, вернуть нас в первоапостольское время. И сегодня также этот молодой семинарий, там молодой волчатник, как говорится, шоколята вырастают. Это ужас какие. Это все скажется на церкви минимум в ближайшие 10 лет. Бессовестные, наглые, хамовитые, дерзкие. Это все сейчас в семинаристах идет. Сплошь и рядом это. И они такие, просто они другими не могут быть, потому что учителя уже такие были. А эти превосходят учителей своих. Спасительная роль Иисуса Христа состояла в том, чтобы образовался путь к свету. Вот так. Не в том, что умер за грехи людей. И явился Сын Божий, говорит, чтобы разрушить дела дьявола. Для того явился Сын Божий. Разрушить дела дьявола. 5.8, это говорится у 1 Иоанна. Дальше. Когда темным на время удалось оторвать землю от солнечной матрицы и даже на некоторое время направить ее вспять, есть тву подтверждения от счет времени назад у некоторых из семитских племен. Ну пошло дальше. Ну я посмотрел вот это вот, кое-что выделил. Ведь до конца апостасии осталось всего-навсего 37 дней. Ну видите, вот все тоже определенно, четко. Так, я это убрал ее. И Николай, если будет смотреть, прошу больше на наш форум, он православный форум, не надо эту пакость ставить. Иначе я просто запрещу вам приходить. А это очень просто. Один щелчок и больше никогда здесь не будете. Вот это нельзя делать. Это мерзость. Зачем она нужна? Вот мне пишут, немножко хотя бы. Михаил Кальмаев. Вот комментарий под роликом про гуриизм. Люди видят и делают выводы. Ну уже мы вроде считали, посчитай. Если считали, то не буду. Комментарий от Русской православной общины некой 23 часа назад. Почему служители МП набросились на деятельность Игнатия Тихоновича Лапкина? Главная причина это значительно более достойный образец православной жизни в общине братьев Лапкиных. Этот образец облегчает серьезные духовные болезни московской патриархии. Так, мы считали раньше или нет это? Ну читай тогда, что-то я, мне кажется, было уже это. Жизнь в нравственном чистоте, жизнь общинная, жизнь вне города, который превращается в Вавилон, Содом, Египет. Общинная жизнь, где есть старше, но есть и настоящее братство. Всего этого уже давно нет на прихода к московской патриархии. Приходская общинная жизнь в МП умирает, потому что ее убивают. Их заказ на убийство исходит от слуха Антихриста Кирилла Гундяева и Илариона Алфеева. Игнатий Лапкин занимается людьми. Почему? Потому что им движет любовь к Богу и к ближним. Отсутствие любви – главный недостаток МП. Вот сейчас они какие-то ролики составляют, там то другое, против где-то. Не знаю, это у нас на занятиях в техническом университете пришел проректор по усердной части, Стемкин Борис Васильевич. А у меня вышел 13-й том. Он говорит, я понимаю, вот работа. Ну почему они не работают? Эти же самые слабые. Почему они людьми не занимаются? Это говорит не один человек. Это везде это понимают. И вот такая мстительность. Я не такой. И вот они сейчас со всех сторон опять. Зачем это нужно-то? Ну такое короткое время об осуждении Слова Божьего, даже о рака сказать и то. И то это там повинен, чего пустой человек скажет. И вообще ничего не знают. Нет, совершенно не верующие люди. Но берут терминологию, отсюда дальше лезут. Как будто бы верующие, ну такое хамство, гневливость. Община братьев Лапкиных совершает труд, с которым не может сравниться труд нескольких епархий МП. Слава Господу Христу за это. А иначе быть и не может. Ведь сегодня служители МП, они служат своему достатку. Ради власть и денежной корысти. В общине Лапкино, как и в любой настоящей православной общине, не может существовать магазин церковный. Служители МП сегодня не могут совершать, в кавычках, свое служение без церковного магазина. Потому что они, как и во временах земного служения нашего Господа и Иисуса Христа, уподобились иудейскому Синедриону, который превратил Иерусалимский храм в дом торговли и вертеп разбойников. Сегодня так вы приходы МП. Ну, это я подтверждаю, что действительно это так. Благочинный Красноярского края прошлые годы Бурдин, отец Александр, вызвал меня в просворню сделать русские пищи. Просворы пищи. Ну, сам поехал разбираться. Там против отца Геннадия Фаста в Лиссосибирске было что-то. В Енисейске. Ну, а мне дал двух торговок. Там Юлия одна была, вторая Надежда. Ну, они работали, и мы беседовали. Что торговать нельзя. Господь я знал продающих и покупающих. Но я с ним-то раньше еще говорил. Он говорил, да, я буду что-то делать. А он такой грамотный, там, с красным диплом академию духовную кончил. Их три брата, и все они священники. Ну, я собрался, сделал и уехал. Он дня два там был, я быстро печь сделал. Помню, у них трубы негде было делать, и пришлось бетонную плиту долбить, делать. Ну, и к делу не относятся. Но он когда приехал, все нормально было. Сделали, сделали, доволен, доволен, все. Матушка его, она перед нами благоговеет. Это на суде выявится. А я, говорит, его письма бросал. И вот здесь служба началась. А за этими дубовыми иконостасами-то там другое царство. Они там разговаривают, балагурят, священники. Там что только нет. Это Якуб Колос об этом даже пишет. Что в алтаре делают? Я вставку делаю-то. Батюшка с Диаконом говорит. Диакон говорит, я телушку продаю. Батюшка говорит, но она покрытая, то есть огулялась, то есть осеменилась она. Да, говорит, корову ней много дает. Неужели разговаривает об этом? Ну, что говорит-то? Я уже дальше буду начал говорить. В Тюмени. Тогда там был тюменский омский архиепископ Максим Кроха. Архиепископ-то. Ну, и он магнитофон-то дал, там, говорит, запишите, как служба-то идет. Ну, поставили, а их не предупредили, что ли? И они там разговаривают, стоят. Пока служба-то идет, и когда там где-то надо, ну, возраст, священник-то, да, оттуда кричит. Вон, как Диакон, ну, что-то такое. А в это время магнитофон-то наворачивает. Ну, они даже не проверили, опять архиерею привезли. Архиерея-то включила и слышала, они разговаривают. Ты машину-то когда ремонтировал? Так, а где ты эту доставал, там, шестеренку или что-то? Там, на базаре. А когда? Только по воскресеньям. И опять он возглас сделает, а тут промежуток. Это такое богослужение идет. Архиерей как вызвал их, ну, начал там, говорит, астрополить их. Да вы что делаете, да, архиерей-то верующий. Ладно, такой верующий архиерей. Тут с Новосибирска вот приезжают они с целой свитой. На газели там. Ну, и всю дорогу там Алла Пугачева у них играет, там, рассказывает. Приехали здесь, выпить надо денег, нет, они одеколону нажрались, перепили, то есть, дорожки переблевали, все. Это округа. Ну, утром-то вышли они перед архиереем, там, Гедеон был, да Кукин-то. Ну, едва стоит застегивать, он не знает, где архиерей развернулся, как дал ему, этот, который, панамарь или кто здоровый, то он упал и юзом из алтаря наполовину выполз-то. Ой-ой-ой, архиерей-то, говорит, хулиган какой, вот такой-то, а-то все открыто прямо, тут даже не скажешь, как это было. И вот люди пытаются какой-то тон где-то что-то задавать, и вот в алтаре-то они стоят, а шум слышен в Красноярске, туда я верну разговор. А что там такое? Не знаю, говорит, там что-то народ столпился, у кассы стоят, а здесь впереди никого нету. Оказывается, свечи-то продают люди, идут вперед, ставят, и помененько люди подвигаются сюда. Ну, иди, узнай-то, шум-то сильнее и сильнее. Он подошел, а продавцы где? Нету. Так Юля-то где? Юля, а она вон она стоит, она стоит, руки сложила умельно, а Надя-то где? А Надя, говорит, вон стоит, он подошел, так вы что не торгуете? А грех. Он пришел, батюшка, так они не торгуют. Вот, полностью служба остановилась. Вот он говорит про это, он не знает еще что-то. Остановилась. Ну-ка их зовите их сюда, подошли. Вы почему не торгуете-то? Батюшка, мы с Игнатием работали, то есть я их загабинетизировал, или как, зазомбировал, все это делал. Ну, гуру приехал туда, вызвали-то. Вот. Ну, я же сказал, что мы это сделаем, вынесем, но сегодня надо это торговать. Игнатий это сказал. Если вы хоть один раз будете, вам это зачтется в грех. И они не идут. Как он рассверепел. Он хороший был для нас, батюшка. Да я ему, да, что он мне сделал. Ну, хоть кто-то встаньте. Службы нету. Торговля. Софрина в каждом храме. Вот и все. Я вам покажу разные места везде. Там выбросьте эту торговлю из церковной ограды. Это не получится. Внутри и снаружи четыре торговые точки в одном храме. Дальше. Можно спорить о некоторых вероучительных вопросах. Но в 20 веке, в начале 21-го, за все это смутное богоборщическое время сатана потрудился по созданию лжеучений, ересей и лжецерквей, в которых господствуют лжепастыри, чтобы запутать людей. Одна из таких лжецерквей – это Московская патриархия, созданная в 1943 году по инициативе и под чутким руководством спецслужб СССР. То есть Сталина и Берия. Они организовали ее. Так что жаждущие и алчащие правды утверждались в православной вере опытным путем через гонимых с советской властью и ее верной помощницей МП настоящих христиан, староверов, катакопников, зарубежников. И на этом пути никто не был застрахован от ошибок, в том числе и вероучительных. Но алчащих и жаждущих Божьей правды Господь утешит, напитает и приведет в разум истины и единства веры православной. Можно не сомневаться в том, что общинная православная жизнь общины братьев Лапкиных больше содействует трезвению, бодрствованию и чистой нравственной жизни каждого члена общины, а на приходах МП полное нравственное разложение, позорющее звание православного христианина. Так что реакция служителей МП – это проявление зависти и ненависти, которые подобны зависти и ненависти иудейских служителей во времена земного служения Господа Иисуса Христа. Я скажу, на 100% согласен. Именно так и есть. Зависть и лицемерие в каждом деле. Везде. Дальше. Юрий Соболев. Миром Игнатий Тихонович, вопрос, пожелание в вашу рубрику «События дня». Вчера победителем проекта «Голос» стал иеромонах Фотий. Событие весьма резонансное в медийной сфере. Не могли бы вы прокомментировать эту новость и дать ему свою оценку? Если, конечно, пожелаете и сочтете нужным. Ну, что-то сказать. Я видел, как он поет, какой у него вид, премиум. А что нам делать-то, которые жири-то стоят? Я видел эту сеть, но я не знал, что на какой вопрос будет. А что делать и как оценивать? Ну, пусть он поет. Кому это? Ну, только какое он арию Ленского исполнял? Ну, апостол Павел бы вместе с Нероном где-то пел бы там арию. Какой-то исполнял бы арию какой-нибудь Макриды там или Венеры. Какая разница-то? То есть, ну, неужели Ахлобыстин там кривляется, шута Горохова делает, он священник? Ну, или этот путешественник. Как его Федор-то Конюхов, что ли? Вот. Ну, кому он проповедует-то? И опять священникам укоположили, и опять поплыл по морю. Это все нормально считается? Ну, явно, что это что-то не то. Кому он? Медузам, рыбам, дельфинам проповедует-то? Страна буквально задыхается в безнравственности, в абортах этих, в гомосексуализме, все пропитано просто Содом и Гаморра. А он в это время ездит где-то, какие-то фильмы ставит, пытается-то. Страха Божьего никакого нет. И вот это, отвечать-то на это? Ну, что отвечать? Вот тут весь и ответ. Я могу это все закрыть уже. Кто не знает, давайте мы еще раз посмотрим, как вот. Вот вы заходите. Ну, я не знаю у вас там как, но примерно так. Вот. Это что у нас здесь? Видеоканал тут. Видеоканал. Я сейчас это кое-что уберу, чтобы начать показывать. Вот. Это у меня... А, это мы смотрели оперативный псевдоним уже. Ну, вот, первое. Опять появился кто-то. Я не знаю. Вот прям на ходу сейчас. Вот красное, колокольчик. Это означает, что-то здесь добавило к Амертане. Кто? Шахноза Султанова. Ну-ка. Так. Какой тема? Евреи? Кто они нам? И как к ним относиться? Отвечает Игнатий. Вот я сейчас ткну его. Это тема такая на нашем фоне. Он ко мне обращается. Вот. Шахноза или заноза, там не поймешь кто. Что-то не открывается. Она должна открыть сейчас, показать. Ну, вечернее время, ведьма, не открывается. Ну, не получилось. А почему не получилось, не знаю. Не открывается. А там было назад. Там вначале было назад, надо вернуться. Назад. Вот сюда? Да, вот, вниже. Вот там написано. Вот это вот. Почитай, Никита. Вот внизу. Почитай еще тут. Не полностью. По воле Бога евреи отвергли Иисуса. Этот человек, с одной стороны, призывает ничего и все. Ну, дальше непонятно, что. То есть, я не могу ничего показать. Вот. Еще раз попытку сделаю. Я ко мне обращаюсь отовсюду. Вы видели, да? Вот ролик, который здесь есть. Ну, и не могу ответить, не открылось, а значит. Ну, они прославляют Бога, что я сказал об евреях, что никогда их не проклинайте, а благословляйте семья. А другие ругают. Ну, слова Христа тоже понимали по-разному. Одни прославляли, а другие хулили и прочее. Вот. Ну, вот тут надо еще посмотреть. Сейчас, подожди-ка. Это у меня мой мир. Вот он где, мой мир. Просто Игнатий Лапкин и все. Вот Игнатий Лапкин. Это очень богатое у нас. Теперь давайте мы сейчас посмотрим. Форум. Ну, у меня форум открывается. Ты мне сейчас поможешь здесь. А справа, вот это общий поиск. Вот здесь вот. Общий поиск. Ну-ка, вот сюда заведи мой мир. Видите, поисковик. Мой мир. Открываю. Вот он, мой мир. Пожалуйста. Эта тема открылась. Открылась сразу на второй странице. Там я оставил ее. О, как раз открылась. Считай. Валентина Масель. Игнатий, вы сподвижник, миссионер. Стихи ваши праведные. А то, что народ не учитывает уроки прошлого, так это ведь не в первый раз. Дальше. Бродяга не пакостный. Это псевдоним его творческий. Хорошая у вас жизнь без всяких пошлостей. Как в городах российских. Пьянки и так далее. Дальше. Галина Кубайкина, Нерубацкая. Игнатий Тихонович, мир вам и дому вашему. Была бы причина, а уж все остальное. В который раз уж благодарю вас за добрые советы. Буду молиться. А вы за меня, грешно, помолитесь. За бестолковку мою. Вот так. Ответ. Игла. Ах, отчего тебя Бог спас, дорогая моя. И тут ты же все вспомни и возблагодари Бога. Хорошо. Что тогда ко мне зашли? Не огорчайте. То есть, эта сестра, она много работала у меня над книгами, была корректором. И потом ее сатана подкусил, ни слова не говоря, перескочила к иеговистам. Но я с ней отдельно занимался. Она пришла, успокоилась. У нее была обидчивость какая-то. А потом вышла из общины. Ну, это ее дело. Она осталась в памяти, как добрая, ревностная была. Но не устояла. Обиду держала, кто что-то скажет на это. И в конце концов, сатана просто подножку поставил. Дальше. Галина Кубайкина, Игнатий Тихонович. Познакомилась тут, там как бы из Баптистов вроде пришел. Скоро Товский Виктор. А он начал клепать. Все. И она пропиталась опять этим. И опять вышла. Нигде нет ее. Конечно, каждый ответит за свои дела. Я пишу. Ответ. Сейчас ни до чего. Ютуб все захватил. Тут нужно мелкие ролики соединить и прочее. Иногда у компьютера сижу все 24 часа. Извитка прикорну и дальше. Тороплюсь весьма. Не обессудьте уж пока. А что это означает? Когда я вот эти, с катушек переводил на цифровое это. У меня там, допустим, ушло 5 дней. Я вот отсюда до кухни. И вот так вот работало 16 часов в день. Следующий день у меня ушло 18. 18 часов. А два магнитопона, два записывают, все. Следующие 20. 22 и последний день 24 часа не садился. Вот так вот до этого места дойду. Вот до этого. А здесь разворачиваться надо. Я развернулся. Проснулся. А где я нахожусь? То ли в деревне. Нет. Это Барнауль. Ага. Магнитопон крутится. Я до той стороны дошел. Повернулся и опять уснул. Опять. А я православный. Мы стоя спать в храме умеем. Мне это нужно. Никакое нет. Вот такая бы жизнь. Говорят так. Татьяна Лапкина. Мир вам с праздником. Выставили или нет сегодняшние ролики с собрания? А то я что-то не смогла увидеть. Ответ игла. Мой комп полетел. Его сняли и увезли на операцию. Так что отдыхать собрался с недельку. А его Витя Потеримов в этот же день и установил. Пока нигде не ищи. А если будет, то только в ютубе или в гугле. Так теперь и будет пока. Мир вам дорогие наши и милые. Да. Тут кто-то непонятно кто. Спасибо за сообщение. Очень интересно. Надеюсь, вы не будете против, если я некоторые фото загружу для образца того, как должны выглядеть христиане и в особенности христианки. Дальше. Елена Романова. Дружна и красива наша община. С наступающим старым Новым годом. Добра вам, света и тепла. Татьяна Войдилова. Видно, что слушает внимательно. Значит, труд не напрасен. Таня Лукашева. Спасибо большое. Теперь буду знать. Вот так теперь. Ирина. Ирина Менделеева. Какие глубокие стихи. Покаяние и вера. Вот чего не хватает людям нынешнего времени. На всех фотографиях, где вы проповедуете, у людей такой чистый свет на лицах. Это Господь через ваше благословенное слово открывает им свои истины. Спасибо вам. Валентина Пивин. Доброй ночи с Господом. Праведнику Господь дает сон. И сон его безопасен. Кто разрушит храм Божий, того покарает Господь. А храм Божий мы, если только Дух Божий живет в нас. Бог с вами, Игнатий Тихонович. Ложитесь спать, отдыхать. Всему свое время. Это с Украины. Очень грамотная, хорошая, очень хорошая женщина пишет. За всем наблюдает, комментарии дает. И она не православная. Но она духом своим более православна, чем другие православные. Так она понимает. Миром Игнатий Тихонович. Он находится на пятом этаже, в однокомнатной квартире. Но рядом военный госпиталь. И в его дворе, непонятно каким образом, но построили небольшую православную церквушку. Эх и ой, если бы вы могли там держать Слово Божие, даже и с вашими бородами, религиозными штучками. Но все же впереди этого проповедь Евангелия Иисуса Христа на покаяние, спасение народов. Но там обычные попы со своим конкретно духовным маразмом. Вот так, духовным маразмом. Ой-ой-ой. Негла. Ну это видеоролики. Дальше. Вера Грекова. Добрый день. Спасибо за ваш альбом. Он очень хороший. Лица у людей такие спокойные, одухотворенные. И это радует. Ваши стихи рассказ очень интересный. Вы молодцы. Дай вам Бог здоровья и благополучия. Ну и дальше я почти по малому просто покажу еще. Вот это что-то много написано. Ольга. Ольга, приветствую, Игнатий Тихонович. Возможно, поеду в Новосибирск в следующую среду. И опять хочу заехать в посох. Хорошо бы все-таки передать руководителю этого издевательства ваш трехтомник. Издательство. Издательство. Ваш трехтомник Нового Завета. Что думаете? В прошлый раз что-то срослось у нас. Может в этот раз случится? Получится? Кстати, слышала, что стихи хотите издать? Только стихи, да? Ну, я пишу. Приезжай сюда и забирай. Издалека люди приезжают мимо, едут, книги идут. Вот сегодня только получили известие, что получили в Америке. Приготовил свои стихи за последние 8 лет. 4 тома по 800 страниц. 3 112 стихов по 9 четырехстрочных куплета. Цена за один том в 1 тысяч экземпляр. 340 тысяч рублей. Совершенно неподъемные цены сделали. Для нас время как бы остановлено Божьим промыслом. Все в той же паре мы одни и остаемся от всех приходов РПЦЗ на территорию России. У нас есть несколько вариантов разрешения этой ситуации. Уйти к Тихону, омскому архиепископу, к митрополиту Агафангелу или к Антонию Орлову. Но для нас лучше всего сидеть спокойно. Исайя 37. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому что я сказал им, сила их сидеть спокойно. Вот так. Это еще 2 года назад писано было. Наша жизнь и деятельность только умножилась в лучшую сторону и по благовестию, что очевидно даже заклятым врагам нашим. Теперь готовимся к дальнему зарубежью до Португалии, Англии, Скандинавии и Прибалтики. Но это уж как Бог даст. Все. Открыли. Открывает Шенгинскую визу сразу на 25 государств. Вот так. Это у нас уже позади. Проехали везде и всюду. Оставили свои книги в государствах, в этих королевских библиотеках, национальных. Дальше. Что тут было? Еще отвечает. Игорь, ответ. Если нам Господь даст силы, средства... А это что было-то? А дальше что тут? Русские в своей Руси. Русская пока территория, от Санкт-Петербурга до Одессы, Молдавии и доступного остального. Нужный человек, знающий хотя бы два европейских языка и русский. Но нет ни машины. Нашу газель туда не пропустят, так нам сказали. Нет совершенно никаких средств. Такого опыта. Все, опыт есть. Средства достали. Газель пропустили. И что не пропустят, что она вроде воздух там портит. Ничего этого не было. Оказалось, все это не так. Татьяна Лавкина. Сами признают вас старшим и тут же не подчиняются. В армии бы солдат сказал так командиру, наверное, разговор бы был другим. Я так понял, что просто сговорились потрепать нервы себе, Игнатий Тихонович. Помоги тебе, Господи. Вот так. Еще что? Мир вам. Вот посмотрела ролики про поездку. Мне так все это знакомо, это Вадимова работа. Это он может достроить людей. А сам в сторонке. Он здесь так с нами делал. Пойдет к Васе. Там про нас плетет, что попало ему. А от него приходит и нам ничего, и нам на него наговаривают. Что там, да как, да еще приукрасит. Вася приходит, и мы начинаем разбираться. Кто что говорил и так далее. А он сидит себе, ручки потирает. Потом уже Надя, дочь моя. Понятно, это свои близко знакомые. Николай Абабков. Игнатий, лично меня вы тоже озадачили этим вопросом. Я давно не посылал по несколько писем сразу. Во всяком случае, сейчас, после этих нововведений. Точно. Вы меня сейчас спросили. Я посмотрел и тоже не нашел. Надо поспрашивать у кого-то еще. Более опытный. Почему в моем мире не дают им возможность сейчас письма пересылать сразу-то? Вот. Нарезал. Много. Я, Игнатий Тихонович, работал двое суток на своей работе. И двое суток в церкви. И интернет у меня в квартире отца. А мама у меня живет. Что-то расклеилось она тут у меня. А там пишет Михаил где-то. Еще что. Вот немножко хотя бы. Владимир Дубровский. Игнатий, дружище, брат. Откуда знаешь про Киржаков? Игнатий, как я тебя люблю. Держись, мужик. Игнатий, очарование. Видишь, всякие разные слова тут и говорят. Юра Фонотов. Со своей личной страниц клик на прочее и далее, как прежде, выбор друзей удачи. Ну, это что-то свое уже тут пишет. Вот я опять написал. Ого-го-го-го. Это уже мы в полотну уже подошли. В интернете. Игнатий Тихонович Лапкин, православный миссионер и проповедник. Москва у Кирилла Сахарова, Московская патриархия. Удивительный человек этот Игнатий Тихонович, абсолютно неподкупный. И смотрит на лица и говорит то, что думает. А то, что говорит, сверяет с тем, что говорит Слово Божие, то есть Библия. Вот бы всем нам свои слова и свои поступки сверять с тем, что говорит Бог. Вот этот человек – настоящий пример для подражания, для христиан, будь они православные или католики, или протестанты. Друзья, если вы ищете и жаждете правды, познакомьтесь с этим человеком, и вы не пожалеете. Слава Христу, что в наше время Бог воздвигает настоящих христиан. Это понимаете, сейчас я заряжу в Яндекс. А ты напиши. Кирилл Сахаров. Вот сюда вот. Напечатай. Кирилл Сахаров. Подожди. Так, Игумен. Хорошо. Игнати Лапкин рядом, подальше. Сейчас мы это найдем. Кирилл Сахаров. Ну, вот тут много что-то. Москва, Берсиневка, насущные вопросы. Что-то такое тут. Ну-ка, посмотрим. Ага. Ну, это видео открылось. А не видео, там где-то у него есть написано. А это что такое? Возрождение рухнувшей мечты. А, это Ксения Деннон. Это прилетел. Это я с заключенными. Они уже на химии. Это с мэром города. Это арестованы иду. Вот с чего началась Потеряевка. Вот с чего началась Потеряевка. Это единственное, что оставалось от прежней Потеряевки. А это у отца Кирилла Сахарова. Это 200 метров от храма Христа Спасителя. Это еще в первый год. Совсем-совсем, это где-то мы лет 25 назад были. А это дети от коммунистов отбиваются. Видите какие? Что там написано? Бог не в силе, а в правде, Александр Невский. Дальше. Людые безбожники, волки, займитесь своей душой. Следующие. Коммунисты, людоеды. Руки прочь от лагеря Стана. Это лагеря Стана. Вот такая охрана стоит, мы встали все. И дети там на крыше скандируют. А тут понаехали милиции и ничего не могли сделать. Так и отступились они. Но это после суда надо мной, вышли на улицу. Вот отец Геннадий Фас стоит. Вот отец Аким. Это Баптист приехал. Это Володя. Тоня вот приходила, которая. Вот то. Ну вот считай, что все. Вторую страницу прошли. На этом все сегодня. За день сколько новостей. Вопросы какие будут. Еще один раз покажу, как это делается. Чтобы вы видели где. Вот я это все закрываю. Воткнули за справа крестик-то. Ну что, Яндекс. Заведи сейчас еще раз слово. Покажи им. Форум. Игнатий. Вот она Лапкина уже выкинула. Все. Вот мы заходим на форум. Пожалуйста. Вверху у вас здесь будет регистрация, где мой профиль. Ну, ко мне она не относится, как я зарегистрировал. А как зарегистрировался? Перейти на форум. Толкнул его. Ну вот это хотя бы раз прочитайте. Какие разделы. Это разделы какие-то есть. Ну, а потом вот здесь вот новое сообщение. Все. И в тему, вот последнее толкните, 322-й страница. Вот я воткнул. Все. Дальше открывается. Вот она страница. Все. Записывайте. Фотографию поставьте обязательно. Без очков, без темных. Смотреть прямо, чтобы глаза были видно. Ну, а тому язычнику я сказал, больше на наш форум не надо ставить свои материалы. Я их буду ликвидировать. Все на этом. Во славу Божию. Продолжение следует.